Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая кухня». Сегодня налегаем на овощи. Это особенно актуально, потому что как раз сейчас идет Великий пост, и многие думают, как же разнообразить свой стол. Сегодня в гостях у меня Андрей Тараватов. Он одессит и предлагает традиционный вариант икры из синеньких. Это то, что вам поможет разнообразить стол во время поста. Ну а второй салат для тех, кто позволяет себе морепродукты, потому что в нем будут мидии. Если вы придерживаетесь Великого поста, то наверняка у вас возникают вопросы по питанию. Лично я пробовала поститься, и мой организм дал сбой, поэтому для меня эта тема очень актуальна. Разбираемся, каким продуктам отдать предпочтение, когда из рациона исключили рыбу, мясо, яйца и все молочные продукты. Как сделать так, чтобы ваш организм не испытал сильного стресса, и что делать, если он сигнализирует о проблеме. Сегодня свои рекомендации дает Яна Фрай, нутрициолог. Мы продолжаем демонстрировать вам наши кулинарные эксперименты. Со мной сегодня Андрей Тараватов. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Но на самом деле сегодня скорее не кулинарный эксперимент, а нечто для него абсолютно традиционное, да, потому что икра из синеньких – это классическое одесское блюдо, без которого не обходится, ну, ни одно застолье. Это так. Это так. Андрей немногословен. В Одессе баклажаны называют синенькие. Наверное, не только в Одессе, вообще баклажанчики у нас так есть, их запекают. Наша задача – запечь овощи в духовочке, правильно? Да. Вообще, если у вас есть возможность запечь их на костре или на открытом огне как-то, это будет круче. Ой, сейчас столько возможностей открывается. Теплеет, вообще здорово. Это будет круче запах, дымка, все. Но если нет, такой, ну, подойдет, в принципе, духовка. Минут 20-25 при 180 градусах перцу и баклажану подойдет. Помидорку можно даже просто окунуть в кипяток, чтобы избавиться от кожицы. Но я ее тоже запекал. Сейчас она легко отойдет. Кстати, говорят, что печеные томаты очень полезны, особенно для мужчин. Поэтому. Не знал. Не знали? А вот теперь, знаете, налегайте на печеные томаты. Сейчас ничего не останется. Ничего, ладно. Раз уж для вас это важнее, то я готова отдать свою долю. Так, ну что, нам сейчас нужно почистить овощи. Кстати, получается, что вот такое блюдо, оно идеально для какого-нибудь загородного пикника. Плюс это пост. Сейчас идет пост. Да, абсолютно верно. Поэтому приступаем. Овощи нужно очистить от кожицы. Очищаем аккуратненько. Аккуратненько. Кстати, мы потом еще салатик один приготовим. Да, так что вы не спешите убегать. Если вдруг икра из синеньких вас не впечатлила, дальше будет еще салат. Так, ну что, овощи, опять же, хоть это и икра, но я так понимаю, что мы будем мелко рубить все-таки. Это будет такая домашняя нарезка мелкая. Да, это будет вообще ее нарезать. Ну, кто не хочет заморачиваться, можно, в принципе, через мясорубку пропустить, но не на блендер. Потому что это уже будет не то. Перец после запекания лучше сразу окунуть в холодную воду, и тогда кожица будет хорошо чиститься. Что касаемо баклажана, ну... Да, ну, как минимум, без лаваша, например. Без курицы. Так, вот маслины на меня так глядят. А это нам для салата, да, понадобится? Да, понадобится для салата. Я, кстати... Проверю пока. Понимаю. Ничего себе. Я когда впервые попробовал маслины... Подумали, что это, да? Я был глубоко разочарован. Вот точно такая же была история. Я тогда еще просто крепче чая ничего не пил. А, и не понимали, зачем вообще нужны маслины на столе. И потом я оценил уже их, когда начал пить не чай. Ну, вообще, с кофеечком они лучше заходят, я согласна. С кофе? Да. Под кофеек. Сам и то. Кому как. Ну, на самом деле, я попробовала в детстве. Я ужасно скривилась, и я вообще не поняла, что это. И смогла, наверное, распробовать я уже после 20 лет. И начала я именно с оливок. Мне сестра просто подсказала такой лайфхак. Она говорит, ты представь, что это огурчики. Говорит, очень похоже, правда. Они кисленькие, говорит, такие солененькие. И если вот аналогию провести, становится легче. Вот с оливок начинаешь, а потом с маслиными тоже как-то складывается само собой. На самом деле, они очень богаты микроэлементами, поэтому как-то пристраститься не помешает. Так, наши овощи готовы. Все, теперь будем нарезать, да? Да. Теперь будем нарезать. У нас икорка, она практически с ком такая будет, да? Ну, как без нее? Это же пост, чеснок, колбасой пахнет. Да в пост все колбасой пахнет, что уж там говорить. Вот. Давайте, я буду вам помогать, чтобы процесс шел быстрее, да? Давайте. Отлично. Не против. Что вы мне доверите? Режьте баклажан. Как скажете. Я знала, с кем труднее договориться, тот и будет мой. А у меня иммунитет на это дело. Нет. Ножом. Это как-то не по-русски. Ну да ладно. Вот. Так, а я нарежу перец. Такие закуски на природе улетают в один миг просто. Но, единственное, если уж мы говорим о том, что это постное блюдо, конечно, если сейчас скажу, что это улетает под шашлычок, это будет не совсем верно. И будет как-то даже странно. Но, кстати говоря, в пост я знаю, что многие себе там по выходным и в определенные дни позволяют рыбку, а рыбка на гриле, это тоже, знаете, не фухры-мухры. Поэтому я не знаю, как здесь, но скоро уже в Одессе уже сезон баклажан, молодых кабачков. Ну, здесь, конечно, нет. Я и хотела сказать, что жалко, что до наших дачных, родных еще далеко. Честно, далеко, Андрей. Я вам открою секрет. А может быть и не секрет. Вы уже мне этот секрет не откроете. У нас на Дальнем Востоке баклажаны снимать будут в самом конце лета. А самые большие мясистые, глядишь, вообще осенью. Ну, я думаю, что, конечно, ранние сорта могут радовать дачников где-нибудь в июле. Я, честно говоря, в дачных делах не очень осведомлена, хотя у меня есть дача, но я на ней предпочитаю отдыхать. У меня там такая миссия. Вот, поэтому... На даче отдыхать? Да, там очень хорошо отдыхается. Кто бы знал, вообще, гамак специально даже для меня сделали. Вот. И, возможно, есть какие-то еще тепличные варианты. Но я точно знаю, что вот у нас в теплице растут только помидоры, огурцы и какая-то зелень. Все. Зато я прекрасно готовлю дачный вечерний ужин. Вообще. В этом деле я, по-моему, идеален. И что вы готовите обычно? Ой, это могут быть кабачковые оладьи, это овощные салаты, естественно. Это какая-нибудь курочка с чесночком замаринованная. Рыба, кстати, в шарабане. Вообще классно. Вам понравилось срезать баклажан? Ну, я бы не сказала, что это мое любимое занятие. Давайте меняться, режьте помидоры. Да? Ну вот, я вот не знаю, достаточно ли это мелко, или нужно еще сильнее мельчить. Нормально. Нормально, да? Я только закидываю. Ладно, я порежу. Режьте, я уже с баклажаном практически договорилась. Очень хорошо. Значит, блюдо рубленое, как форшмак. Да, как форшмак. Кстати, форшмак тоже ведь на самом деле в масштабах, допустим, кафе или ресторана пропускают через мясорубку. Правда? Да. А вот дома... Только ножом. Меленько ножом, чтобы чувствовался хруст яблочка. И лучка. Честно говоря, пока здесь в студии открытой кухни не приготовила форшмак, с другим одесским поваром. Я и даже не предполагала, что там зеленое яблоко. Ну, как-то я раньше не задачивалась вопросом, что в составе форшмака. А тут поняла, и теперь всем рассказываю. Теперь я как кулинарный эксперт практически. Так. В общем, баклажана жалеть не нужно. Угу. То есть, по большому счету, можно было бы запечь даже два баклажана, а они преобладать должны здесь. Некоторые делают без болгарского перца. Не запек... Ну, вообще его не кладут. То есть, просто баклажан, просто помидор. Помидором заправляют в любом случае. Он дает дополнительную сочность, да? Сочность, кислинку свою, да. В нем и сладость присутствует. Теперь в эту массу всю мы добавим чеснок по вкусу. Кто как любит. Кто любит больше, кто меньше. Больше. Мне кажется, когда уже ОРВИ закончит свое наступление, можно будет так сильно не налегать на число. А сейчас пока можно. Лишь ли мне будет. Кто-то верит в это, кто-то не верит. Но по мне так, в принципе, если еще и нравится вкус и аромат, то почему бы и нет? Помните, мы в прошлый раз говорили о кинзе? Да. Сегодня будет кинза. Класс. Именно кинзу мы добавляем. Сюда же? Да. Отлично. Давайте мы пока мелко нарубим кинзу, а вы посмотрите рекламу. Нам очень нужно немного передохнуть. Здесь у нас уже нарублена мелкая кинза и также репчатый лук. Все это тоже туда отправляем? Репчатый лук, да. Можно взять ялтинский или какие-то другие сорта. Но может кто-то... Ядрёний был, да? Ну, чтобы весной пахло. Запахло весной. Ну что, все это дело мы теперь... Перемешиваем. С удовольствием перемешиваем. Можно? Можно. Здесь у нас все самое вкусное, самое слежее. Но на самом деле больше, конечно, не весенние, я бы сказала, а осенние все-таки блюда. Летние. Вот эти цвета такие. Ну, так как у нас на Дальнем Востоке все-таки свежие овощи больше ассоциируются уже с осенью, когда урожай собран, когда все это в достатке. Вот. Поэтому мы с вами немного по-разному и рассуждаем. Но это не проблема. Это не мешает нам вкусно готовить вместе здесь. Круглый год, да? Да. Рассказывать нашим телезрителям, как разнообразить свое меню. Перец. И масло. Масло, пожалуйста. Возьмем оливковое. Но если вот так вот одесский антура, то взять бы маслица нерафинированная. О, да, прекрасно. Вот этот вот шлейф. Нерафинированное масло. Это идеальная заправка, мне кажется, вообще для любого салата овощного. Ну и так как здесь у нас все-таки блюдо овощное, то было бы тоже неплохо. Поэтому на заметочку себе возьмите. Все готово. Наша икра. Да, мы сейчас все попробуем. На соль попробуете? Да. На соль. Так. Еще. Немножко. Честно? Можем прям так садиться. Ложкой есть. Это все вообще замечательно. Вкусно. Очень просто. Ничего лишнего. Надо с хлебушком. Поэтому давайте я буду укладывать сейчас нашу икру на хлебушек. Красиво, аккуратно. А вы начнете готовить салат. У нас сегодня салат еще, между прочим, с мидиями. Мидии. Не все любят, не все понимают этот морепродукт. Потому что все-таки есть специфический аромат. Очень интересный вкус. И своеобразная консистенция, когда ты прожевываешь само мясо, мидии. Но, в общем-то, если вы не противитесь, если вам это нравится, то узнать какой-то новый рецепт, это всегда очень хорошо. Можно прям сразу на ужин. В Одессе мидии. В Одессе мидии – это настолько распространенный продукт. Знаете, есть даже самый простой рецепт мидии – мидии. Мидии. Из железки. Никто не кушал мидии из железки. Когда на пляже прямо расставляются четыре кирпича, это берется железяка, поддон или еще чего-то. И свеженарванные мидии. Костер разводится, свеженарванные мидии вот так вот с волнореза прямо с моря кидаются, раскрываются и тут же прямо на пляже поедаются. Нам все-таки, чтобы добраться до моря, нужно проехать больше 700 километров. Поэтому… Значит, салат. Я взял такие вот маленькие помидорки, черри. И немножко их мельчить не будем. Затем берем мидии. Это могут быть какие-то мидии просто в масле, да? Это холодный салат, да. Если мидии, их можно подогреть, прогреть в сковородке с чесноком, там еще кто как любит. Это мидии уже были замаринованы, поэтому я с ними никаких манипуляций не буду проводить. Потом маслины, о которых мы уже говорили. Они тоже достаточно мелкие. У меня подобный салат я продавал такой примерно, ну, плюс-минус. Продавали? Ну, в Одессе, в ресторане. Все поняла. В ресторане же продают. Я поняла, да. Вот. Ну, мало ли, знаете, может быть, вы в свое время промышляли, конечно, наготовили тазик салатов, стали. И возьмем… На привозе как раз. Зеленый лук. Режем лучка. То есть салат такой проверенный? Салат, да. Это, ну, сочетание такое достаточно без проигрыша. Ну, я так понимаю, что он легкий. Он очень легкий. После заправки у нас масло, да, будет? Можно добавить еще… У вас есть уксус? Какой-нибудь, да, можно. Бальзамический. Бальзамический. Хорошо, сейчас я достану бальзамический уксус. Пока вы красиво перьями нарезаете наш лук. У нас еще будет основная подушка, вот, зеленые листья салата. салат лучше всего рвать, дабы он не потемнел от металла. Да, бывает, что очень крупные листья салата, и, конечно, есть тогда не очень удобно. Все-таки я тоже предпочитаю немножко порвать, так, чтобы, ну, вилкой можно было зацепить. Я имею в виду, его резать нельзя. Резать, конечно, нельзя. Мне кажется, об этом уже знает любая хозяйка, но все-таки напоминаем, что не нужно, тем более вот этот процесс, мне кажется, он даже приносит определенное удовольствие нарвать свежий салат. Мне кажется, он злишься так на кого-то стоишь, да? Хотя, говорят, нельзя готовить, когда злишься. Нельзя. Ну, чтобы кто-то листы бумаги, и это кто-то листья салата. Злиться вообще нельзя, но иногда не получается. Иногда приходится. Так, ну что, уксус немножечко, да? Немножко уксуса, да. Постарайтесь на твердый ингредиент. Ну что, постараюсь. Да, заливайте, не бойтесь. Я мягкий, мягкий. Предупредили, думал, вдруг все что-то взорвется, произойдет, да, загорится, взорвется. еще немножко. Ну все. Появляется у нас такая кислинка легкая, ну можно в принципе лимонный сок использовать, да, по большому счету. Если не очень любите уксус, некоторые вообще не переносят аромат уксуса нигде. Поэтому здесь уже смотрите сами. В чем подадим? В чем подадим? В этом и подадим. Я бы его пересыпал. Вот я бы с вами сейчас взяла бы ложки, но мне совесть не позволяет, здесь на меня смотрят несколько камер, вот, и коллеги. Давайте я сейчас плоскую тарелку красивую выберу, и мы с вами на ней подадим. Очень легкий, но в то же время очень питательный салат, благодаря тому, что здесь есть мидии, и здесь маслины. И яркий. Яркий, и все. Весна идет, весне дорогу, дальше только красочнее, только теплее. Хочется уже, если честно, хотя бы самой простой, самой первой свежей дачной зелени. Такие салаты нужно сразу поедать, потому что... Ну, мы не будем долго затягивать, поэтому это вы мне плавно так приближаете к тому, что, Кать, пора прощаться с нашими телезрителями. Показали все, что могли на сегодня. Итак, у нас готова икра из синеньких, вот на черный хлебушек, и, пожалуйста, с удовольствием. И также салат с мидиями. Со мной был Андрей Тараватов. Это программа «Открытая кухня». У нас всегда что-то интересное, вкусное, необычное. Готовьте с нами, готовьте с удовольствием. Мы увидимся с вами после короткой рекламы. Если вы придерживаетесь великого поста, то наверняка у вас возникают вопросы по питанию. Лично я пробовала поститься, и мой организм дал сбой, поэтому для меня эта тема очень актуальна. Разбираемся, каким продуктам отдать предпочтение, когда из рациона исключили рыбу, мясо, яйца и все молочные продукты. Как сделать так, чтобы ваш организм не испытал сильного стресса? И что делать, если он сигнализирует о проблеме? Сегодня свои рекомендации дает Яна Фрай, нутрициолог. Великий пост это, конечно, не только ограничение в питании, но именно о еде спорят больше и чаще. Одни говорят, что это польза для организма, другие видят в этом вред и рекомендуют очень осторожно относиться к такому типу питания, в котором нет абсолютно животного белка. Ну что ж, сегодня мы обсудим основные принципы питания в пост, как это делать правильно и как не навредить своему организму. Со мной сегодня Яна Фрая, она нутрициолог. Яна, добрый день! Здравствуйте! Ну что, мало того, что мы об этом поговорим, мы сегодня еще и предлагаем интересный вариант завтрака или, возможно, полдника, правильно? Да. Который отлично подойдет в пост. Совершенно верно. Это тофу-сырники, мы их будем готовить, прежде всего, конечно же, из тофу. Вместо сахара добавим банан, он также заменит нам яйцо. Чтобы придать легкую кислинку и сходство с творогом, мы добавим немного лимонного сока, для жирности добавим кокосовое молоко и будем использовать муку. Ну, в общем-то, звучит очень сбалансировано. Давайте начинать готовить. Ну, и сразу я буду задавать вам по ходу вопросы, потому что мне их достаточно много. Что делаем? С мукой сейчас смешиваем все ингредиенты, правильно? Да. Давайте я порежу банан? Давайте. А вы тогда займитесь, например, А я порежу тус. Все-таки, я, честно говоря, я пробовала поститься. Конечно, этот стиль питания, он не очень привычен для нас, и не каждый организм хорошо реагирует. А так как нужно еще ежедневно придумывать какие-то интересные рецепты и делать свое меню сбалансированным, то это, конечно, удается не каждому. Ну, во-первых, определим, есть ли все-таки категория людей, которым не нужно придерживаться постного меню. На самом деле постное меню подходит всем при условии, что человек выполняет определенные условия, о которых я сейчас расскажу. В первую очередь мы отказываемся от белков животного происхождения. Очень многие специалисты твердят о том, что много всего содержится именно в мясе, например, и эти компоненты ничем нельзя восполнить. И нельзя нигде взять их в других продуктах. Ну, вот на самом деле не случайно мы сегодня делаем наши сырники именно из тофу. Тофу – это соевый сыр. И соя – это единственный растительный белок, который абсолютно идентичен по аминокислотному составу мясному белку. То есть это полноценная замена мяса на самом деле. А по количеству? Сколько нужно съедать тофу? Это, получается, регулярно нужно употреблять? Ну, или вообще любые другие соевые продукты? Конечно же, белковые продукты нужно кушать ежедневно, да, и исходя из расчета такой нормы – 0,7 грамм белка на 1 килограмм веса. То есть это могут быть либо соевые продукты, либо другие бобовые. Но есть такой очень важный нюанс – бобовые перед тем, как их готовить, нужно обязательно замочить, потому что в них содержится фитиновая кислота, которая препятствует усвоению минералов, а также содержатся лектины, которые могут вызывать вздутие. То есть многие люди часто не едят бобовые именно по той причине, что они могут вызывать какие-то проблемы с пищеварением. Вот. Добавляю лимоносок? Да, добавляйте. Сейчас еще добавим кокосовое молоко. И все это отлично. Все это подтолкем. Ну давайте, хорошо. То есть получается животный белок мы можем заменять соевым. Соевые продукты выбираем, да? Да, соевыми или другим растительным белком из бобовых. Какие лучше всего подходят? Потому что ну, кто что говорит. Там фасоль, нут, чечевица, что нужно лучше, что чаще, допустим, включать в свой рацион. Если есть у человека проблемы с пищеварением, да, если есть вздутие, то лучше всего начинать именно с красной чечевицы. Она самая легкая, ее рекомендуют даже детям. То есть она самая легкая, лучше всего усваивается. Угу. Вот. На втором месте одной чечевицей сыпь не будешь. На втором месте после красной чечевицы зеленая, затем горох и в самую последнюю очередь стоит вводить фасоль. Потому что она для переваривания самая тяжелая. Угу. А как вы относитесь к консервированным бобовым, которые часто употребляют, ну, для того, чтобы, опять же, упростить себе где-то жизнь, да, кулинарную, непростую, потому что приходится выдумывать кучу разных рецептов овощных блюд, ну, все-таки преобладают овощи в этот период. Вот консервированные бобовые, допустим, там, фасоль в томатах, в белом соусе, горошек, сейчас есть нарезанные и морковь, и кукуруза, в общем, есть миксы различные. Ну, во-первых, в консервы всегда добавляют сахар, да, который, ну, является таким, скажем, компонентом нездорового питания. Плюс ко всему, в промышленных масштабах, естественно, бобовые замачивать никто не будет, да. Поэтому, как я уже сказала, чтобы избавиться от антинутриентов фитиновой кислоты, да, которая может препятствовать усвоению минералов, все-таки лучше бобовые готовить самому. Есть такой лайфхак, просто на выходных, да, когда у вас есть свободное время, отвариваете большое количество бобовых, замораживаете их и в любой другой день их используете, не нужно, как бы, тратить на это время. Я помогу немножко, потому что, хорошо, знаете, это такая непростая задача, вот здесь все это перемолоть. Что касается растительных жиров, в каком количестве они нам необходимы ежедневно и что лучше выбирать, чему отдавать предпочтение. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения доля насыщенных жиров должна составлять не более 10% в дневном рационе. Насыщенные жиры это все жиры животного происхождения, а также жиры тропического происхождения, то есть это кокосовое масло, пальмовое масло и какао масло. Все остальные жиры, которые в целом должны составлять 30% от рациона, то есть 10% отдаем на насыщенные жиры и оставшиеся 20% это полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6, омега-9. То есть это, конечно, прежде всего орехи, семена на постном питании и можно в небольших количествах использовать качественные нерафинированные масла, например, оливковое масло, которым можно заправлять салаты. У нас сейчас правильная консистенция, вот достаточно, не нужно ничего нам добавлять. Мне кажется, что в принципе неплохо. В принципе, да. Вязкая такая у нас структура получилась. Должно получиться, по идее. Просто мы скатываем нам в необходимой форме шарики, да, то есть мы шарики делаем, руками скатываем. Можно, в принципе, попробовать ложкой, да. Ну давайте, попробуем. Сейчас у нас сковородочка разогреется. Масло нам не нужно. То есть если есть хорошая сковорода с антипригарным покрытием, то, конечно же, лучше жарить без масла. То есть масло это дополнительные калории, да, которые нам не нужны. На рафинированном масле жарить можно, да, с точки зрения того, что в нем не образуются канцерогены, но тем не менее это, как я уже сказала, дополнительные жиры. И при этом в рафинированном масле совершенно не содержится никаких витаминов. Например, не содержится ценного витамина Е, да, который есть в нерафинированном масле. При этом на нерафинированном масле мы жарить не можем, потому что при высокой температуре будут образовываться канцерогены. Так, Ян, мы поговорили немножко про растительные жиры. Сколько орехов, допустим, можно включать в свой рацион ежедневно? Горсть орехов, то есть примерно 30 грамм. На вкус? Кому нравятся больше грецкие, кому кешьи? Абсолютно любые, то есть какие нравятся? Орехи, семена? Ну все-таки, вот я знаю, что многие люди, садясь на пост, они первоначально, первую неделю они стараются, у них там и ратату, и овощной рагу, и все как нужно, и гарниры разные. Но потом запал спадает, а пост продолжается. И в итоге, ну опять же, из-за нехватки времени мы всегда куда-то спешим, мы часто едим на ходу. Получается, что в рационе преобладают у нас хлеб, любые другие мучные изделия, быстрые углеводы, и еще на картофель. Ну что проще всего? Раз в микроволновочку запек, да, очень много картофеля. Я просто читала рекомендации диетологов, что вообще картофель включают не чаще, там, раза в неделю. Ну, на самом деле, конечно, картофель можно есть чаще, но, конечно же, весь рацион не должен состоять из картофеля. Как я уже сказала, питание должно быть обязательно сбалансированным, даже если это растительное питание, оно должно включать и белки, и жиры, и углеводы. Питание должно быть максимально разнообразным, и если у человека нет времени, например, готовить, вот такой продукт, как тофу, он просто великолепен, да, он выручает нас всегда и везде, потому что он готовится очень быстро, он не требует длительной термической обработки, его, в принципе, можно есть даже сырым, и его главное преимущество, что он не имеет вкуса, да, то есть, с одной стороны, это недостаток, а с другой стороны, плюс, потому что из тофу можно приготовить все что угодно. Вот сегодня мы готовим сырники, также из тофу, например, можно сделать йогурт, майонез, можно сделать рыбки, да, вегетарианские, это когда берется кусочек тофу, он заворачивается в лист нори, в лист водорослей, обжаривается в специях с двух сторон, то есть, буквально там по две минутки, и вот у нас уже готова замена рыбе, вот такая. Да, еще тофу классно впитывает в себя любые соусы, поэтому, если вы готовите, допустим, это могут быть овощи в каком-то соусе, да, пусть это будет терияки или еще какой-то насыщенный, да, и тогда добавляем тофу, и он очень быстро в себя все это схватывает, получается очень вкусно. Так, ну что, вот мы положили поджариваться наши сырнички, я попрошу оператора, переверните, пожалуйста, потому что мы с Яной очень хотим присесть и попить чаю. Вот у нас есть готовые сырники, вот такие они получаются, выглядят отлично, очень даже аппетитно, обязательно попробуем, но сначала мы закончим нашу беседу, Яне, присаживайтесь, пожалуйста. Все-таки, что касается сладенького, ведь частенько, да, хочется, все мы знаем, что это энергия и углеводы, да, ну, допустим, сухофрукты здесь, конечно, могут нас выручать, но опять же, я прекрасно знаю, что налегать на курагу – это гиблое дело, потому что я знаю, что можно упаковочку незаметно вот так вот, да, съесть, слопать, а потом думать, боже, что со мной происходит. Совершенно верно, то есть, несмотря на то, что сухофрукты – это натуральные, да, продукты, в них, конечно же, содержатся витамины, клетчатка, то есть их нельзя сравнивать с сахаром, но, тем не менее, это продукты очень высококалорийные и злоупотреблять ими не стоит. Лучше все-таки кушать натуральные свежие фрукты, примерно 3 фрукта в день разных, этого достаточно. Если вы придерживаетесь великого поста, то наверняка у вас возникают вопросы по питанию. Лично я пробовала поститься, и мой организм дал сбой, поэтому для меня эта тема очень актуальна. Разбираемся, каким продуктам отдать предпочтение, когда из рациона исключили рыбу, мясо, яйца и все молочные продукты. Как сделать так, чтобы ваш организм не испытал сильного стресса, и что делать, если он сигнализирует о проблеме? Сегодня свои рекомендации дает Яна Фрай, нутрициолог. Что касается нормальной работы нашего кишечника, сколько овощей нужно употреблять? Потому что, конечно, клетчатка здесь нам будет помогать. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 400 грамм в день съедать. Желательно, конечно, без термической обработки. Овощей, зелени. Зелень очень полезна, она, кстати, богата железом. На растительном питании очень часто возникает вопрос, откуда брать железо. Так вот, как раз-таки зелень очень богата железом, и ежедневно нужно съедать примерно стакан зелени. Угу. Но есть какой-то список, допустим, овощей, которые должны преобладать в нашем рационе? На самом деле, каких-то строгих рекомендаций по этому нет. Каждый выбирает те овощи, которые ему больше нравятся. Но, конечно, нужно отдавать предпочтение не крахмалосодержащим овощам. То есть не картофелю, а больше все-таки зелени, да, там, помидорам, огурцам, перцам и так далее. Угу. Угу. Вот, кстати, сладкий перец, мне кажется, я могу его есть круглосуточно. И не важно, пост это или нет. Яна, все-таки многие испытывают определенные проблемы во время поста. Допустим, я знаю случай, когда у девушек сбивается цикл. Абсолютно просто пропадает. И понятно, что здесь прямая зависимость от перемены питания, при том резкой. Потому что, как правило, на пост мы садимся вот здесь и сейчас. Мы не готовимся, нет никакого плавного входа, а, наверное, он должен быть. Проблемы с волосами, с ногтями, с кожей. О чем это говорит и что делать, как действовать? Я вообще бы рекомендовала, на самом деле, примерно за 2-3 месяца до начала поста, все-таки сдать анализы хотя бы на основные витаминные минералы и посмотреть, какие у вас есть дефициты. И перед началом поста эти дефициты закрыть. Потому что, если у вас есть уже на данный момент, да, какие-то дефициты, и вы уйдете в пост неподготовленным, и если еще плюс этот пост будет несбалансирован, то можно действительно поиметь какие-то неприятные проблемы со здоровьем. Что касается менструального цикла, то он, конечно же, напрямую зависит от гормонов. Гормоны вырабатываются из жиров, поэтому резкое ограничение жиров действительно может привести к тому, что менструальный цикл может попросту исчезнуть. Поэтому, как я уже сказала, ежедневно орехи должны быть в рационе, там могут быть какое-то растительное молоко, в небольших количествах нерафинированные растительные масла в салаты, и этого, в принципе, будет достаточно. А дополнительно именно во время поста употреблять витамины какие-то нужно? Да, нужно, сейчас об этом расскажу. Есть два витамина, которые не присутствуют в растительной пище. Это витамин В12 и витамин Д. В12, он содержится только в продуктах животного происхождения, а также он содержится на немытой зелени, которая выросла из земли, потому что он синтезируется почвенными бактериями. Ну, конечно, немытую зелень есть достаточно опасно, да, поэтому все-таки я настойчиво рекомендую витамин В12 употреблять из добавок. Ну, и с витамином Д ситуация аналогичная, да, то есть он у нас вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, но, к сожалению или к счастью, мы живем в такой климатической зоне, где с сентября по май, да, мы не имеем возможности ходить раздетыми, поэтому, конечно, витамина Д зачастую не хватает. Кстати, не только людям, да, которые придерживаются там постного растительного рациона, но также и всем остальным, потому что единственным таким более-менее надежным источником витамина Д является жирная морская рыба. То есть чтобы получить дневную норму витамина Д, человек должен в день съедать примерно 400 грамм лосося. Но на самом деле столько рыбы, ну, практически никто не ест. И, соответственно, дефицит витамина Д – это очень распространенное явление, поэтому я вот всем нашим телезрителям рекомендую проверить его уровень и по необходимости корректировать его. Да, сегодня его назначают и детям, и взрослым, в общем-то, нормальная практика, потому что солнечного периода в нашем регионе не так уж и много, хотя город достаточно солнечный. Вот отдельный вопрос по поводу выхода из поста, потому что вот это происходит примерно так – Пасха и все. Значит, я постился, я молодец. Пять яиц, десять блинчиков, икра, и творожок, и все на свете, и сметана. И мне кажется, что нашему организму от этого, конечно, не очень сладко. Совершенно верно. Да, конечно, нужна умеренность. Прежде всего, выходим из поста постепенно. Сначала употребляем какой-то легкий белок с минимальным содержанием жиров, стараемся не нагружать наш желудочно-кишечный тракт, который во время поста, конечно же, отвык от такого питания. Ну и когда выходим из поста, можно помочь своей пищеварительной системе ферментами, чтобы улучшить пищеварение. Вот есть люди, которые все-таки чувствуют, вот начинают, да, питаться иначе. Вот хочется мяса, вот организм требует, вот о чем-то говорит. Ну, недостаточно, невозможно заменить его ни тофу, ни любыми другими продуктами. Но это может говорить о том, что, значит, это не твой тип питания, и просто тебе это не подходит. Бывает же, что организм сигнализирует, недаром же мы вот чувствуем это как-то. Чего нам хочется? Нас тянет к этим продуктам. Я вам сейчас расскажу секрет. Не так давно ученые сделали открытие, что во многом наши пищевые пристрастия формируют наша кишечная микрофлора. То есть чем мы ее кормим, да, соответственно, такая микрофлора у нас в кишечнике и вырастает. И у нее тоже есть свои пищевые пристрастия. Когда вы ее не кормите тем, что она хочет, она начинает выделять определенные вещества, и у вас появляется в мозге сигнал, что там нужно съесть булочку или там нужно съесть котлету. Но, конечно же, со временем, если у вас есть такая цель, да, то есть, ну вот, вы решили там соблюдать пост, то, конечно же, микрофлора со временем перестроится, привыкнет микрофлора, привыкнете вы, вот, и все будет хорошо. Ну что ж, если все-таки вы придерживаетесь поста, то мы желаем вам, чтобы этот период прошел для вас максимально мягко, чтобы вы действительно добились того эффекта, которого хотели, чтобы вам было комфортно в этот период. Я думаю, что рекомендации Яны сегодня многим помогут, и кто-то разнообразит свое меню и внесет что-то новое. Ян, спасибо огромное. Спасибо вам. Я прощаюсь с телезрителем. Это была программа «Открытая кухня». Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин